Время делать добрые дела. Меньше месяца остается до окончания приема заявок на участие в премии губернатора нашей Подмосковья. От Либерчан поступило уже более 500 проектов. В числе участников Красковская народная дружина. Эти люди, которые помогают полиции поддерживать общественный порядок на территории поселка и стараются прийти на помощь всем, кто попал в трудную ситуацию. Алло, Красковская народная дружина слушает? А что вас беспокоит? А по какому адресу? Хорошо, скоро будем, выезжаем. Быстрая реакция, хорошая физическая подготовка и самое главное – неравнодушие. Такими качествами обладает практически каждый из 60 членов Красковской народной дружины. В свободное от работы время парни на добровольных началах помогают полиции, выявляют административные правонарушения, пресекают незаконную деятельность, содействуют задержанию преступников. Мы свои деятельности начали в 2015 году. Поначалу, конечно, кто-то смеялся, кто-то не понимал вообще, для чего это нужно. Сейчас, уже 2017 год, за буквально два года люди стали доверять. Поэтому у нас очень много вызовов на телефон поступает. Охраняют общественный порядок в Краскове представители разных профессий. К примеру, руководитель народной дружины Олег Моисейкин, в прошлом участковый. Ему защищать граждан не в новинку. А вот Игорь Чеберев – социолог. Однако и эта деятельность очень помогает ему в хобби, которое превратилось в настоящий образ жизни. Помогает найти общий язык в общении с гражданами при вызовах, потому что бывают разные люди. Вдохновляет то, что видишь, что людям становится спокойнее, дети гуляют, улыбаются и так далее. А еще красковские защитники правопорядка – практически все спортсмены. Свободное от общественной работы время тренируют навыки самообороны. У нас в дружине крепкий коллектив, мы все друзья, помогаем в любых сложных ситуациях. Из-за этого у нас получается эффективно работать. Красковская дружина не знает выходных дней, работает в круглосуточном режиме. В так называемую смену выходит как минимум шесть человек. А сами парни уверены – это общественное движение не просто хорошее подспорье сотрудникам МВД, но и инструмент, который позволяет заметить те проблемы общества, которые не всегда видны правоохранительным органам.